Добрый вечер! Приветствую всех на Wall Street Online и мы начинаем наш еженедельный обзор по традиции с новостей, которые ждут нас на следующей неделе. Итак, на этой неделе было более-менее ну, ровно по фундаментальным таким отчетам и новостям. Вот на следующей неделе уже будет экспирация по многим фичерсным контрактам. Ну, 16 числа будет Quadrapile Witching, как так. В общем, черная пятница такая для финансового рынка. Многие фичерсные контракты уходят в историю и начинаются сентябрьские контракты. В принципе, на S&P уже можно сейчас на сентябрьском объем там достаточно большой, хватается для размещения небольших позиций. На следующей неделе из таких существенных событий значит, 14 июня Петровиум и Фомка. Вечером будет Фомка 14 в среду. Там, я думаю, что будет что-то важнецки важное. Если очень часто, когда в начале контракта идет заседание Федеральной земной системы, они что-то там оглашают как раз то, что дает хорошее движение для всего контракта в целом. Значит, в четверг Джоблес Клеймс в довесок и Хаусинг Стартс. То есть, встретиться новых домов, это будет по штатам. Ну и экспирация, собственно, по многим контрактам. Сейчас мы еще затронем по другим странам. Всех приветствую! Вчера, кстати, был открытый вебинар по WP-индикатору с небольшими техническими проблемами, но мы его все-таки провели. И запись чуть-чуть попозже будет. Я думаю, в понедельник-вторник вы сможете его посмотреть. Кому интересно, 12 июня день России, праздник, и в Австралию тоже можно поздравить день рождения королевы. Ну, в общем, в понедельник у нас праздник, и затем вторник идет. Кстати, всех с наступающим! Повысить ставку. Ну, я тоже так думаю, что в начале контракта они обычно что-то подсовывают. И, в принципе, если правильно все сделают, то можно будет на хороший тренд встать в начале лета. Это очень неудобно как раз в начале контракта. Три месяца впереди можно позиционно разместить сделку. Не в конце контракта, либо еще в середине. Так, идем дальше. Индекс потребительских цен вторник. Индекс экономических настроений Z и W Германии тоже во вторник, 13 июня. Среда, кроме Фомки, еще отчитывается Китай. Объем промышленного производства у них вроде замедлилась на 0,2%, ожидают аналитики. Потом идет количество заявок на пособие по безработице в Британии. И сейчас крайне внимательно все наблюдают экономисты за динамикой роста, либо замедления экономики в Британии после Brexit. Вот, поэтому чуть что, сразу начнется активность. Аналитики ждут, что будет порядка 10к в сравнении с 19 прошлым отчетом. Затем у нас идет петролем, я уже говорил. Также будет, кроме Фомки, интересный отчет, экономические прогнозы Федеральной земной системы. Решение по процентной ставке, естественно, и конференция. Кто неплохо владеет английским, очень классно, правильно будет зайти на официальный сайт Федеральной земной системы, где они эти отчеты публикуют и вкратце хотя бы изложить, о чем идет речь. То есть, у кого быстрее такая информация будет, то, в принципе, может кое-что полезное для себя взять. Так, пока переведут, пока разместят в четверг. Так, кроме Jobless Claimers по Штатам, еще отчитывается по процентной ставке в Швейцарии. У них сейчас минус 0,75. Ну, такие тоже есть. Отчитывается Новозеландия по ВВП. И Британия также отчитывается по процентной ставке. Теперь давайте все это сведем воедино. А, в пятницу решение по процентной ставке Российской Федерации. В 13.30 поставьте, вот сейчас прям, не забудьте, поставьте, пожалуйста, смартфоны напоминания. Значит, решение по процентной ставке за час раньше, лучше ставить за час раньше, чем событие произойдет. Значит, 21.00, среда, процентная ставка, Штаты. Потом, четверг, процентная ставка в 10.30, швейцария. Потом, Британия, 14.00, четверг, 15.00 июня, процентная ставка. В пятницу пресс-конференция Банка Японии, доклад также по денежно-кредитной политике. И в 13.30 Российской Федерации решение процентной ставки. Аналитики ожидают, что понизят на 0,25%. Ну, собственно, волатильность на следующей неделе я вам гарантирую. И, начиная со среды, просто будет Армагеддон на рынках. Если даже из этих трехпроцентных ставок поменяют хотя бы Штаты, этого вполне хватит, чтобы рынки начали очень переживать и волноваться. Поэтому, будьте осторожны, начиная со среды и, в принципе, до конца недели будет штормовое предупреждение на рынках. И, учтите, возьмите это на заметку. Так, ну, собственно, это то, что нас ждет. Вот, я думаю, что как раз эти трипроцентные ставки будут ключевыми триггерами на активность и на волатильность. И, внимание, все будет уделено именно этим событиям. Ну что, у нас стремится к завершению большинство фьючерских контрактов, поэтому часть мы на этом Wall Street Online разберем полностью контракты, выделим уровни. И на следующей неделе у нас еще будет фиксация, возможно, успеем, возможно, нет, талантливых трейдеров, которые торгуют публично. Напомню, те, кто недавно к нами присоединились, их можно наблюдать в разделе компоненты социальные и трейдерс рейтинг. Так, открывается такое милое окошко, модуль трейдерс рейтинг, где и транслируется в виде, то есть инструмент, который вы видите, индекс РТС и список трейдеров, у кого есть аватарка, у кого ее нет. То есть, кликайте на трейдеров, тут идет плюсовая ситуация по плюс 2 пипса, означает, что позиция, в общем, высоту взята, либо общее количество взятых пипсов в плюсовой зоне. Ну, процентное и кэшевое состояние за неделю. Вегас 37, вот такие были, просто рвал видно РТС, тут безбожно было хорошее. Вот это было лишнее, как по мне, на 9 числа. Ну, это не за неделю, сейчас я включу за неделю. Так, Вегас 37, первое место, и тут мы видим, потрудился действительно, не покладая, вообще не отпуская РТС, ни на минуту. Ну, вот такие у нас сделочки идут. Это, ну, их здесь достаточно, это трейдеры идут без ника, просто один шорт. Это, конечно, алмазно дойти так. Новостишки тут тоже. Ну, в общем, если вы недавно к нам присоединились и интересуетесь в Walfix, этот модуль, он доступен даже когда у вас Триал-версия закончилась, у вас окно ордеров, у ИТРС рейтинг есть в доступе. Вы можете, допустим, тренироваться, либо же участвовать в рейтинге. Так, что наш дембель, дед уже в огран, все, пока форму держит, это хорошо. Ну, в общем, здесь есть инструменты и в ЦНП, золото, нефть, есть инструменты еврик, допустим, если кому валютный рынок по душе, либо в доллар-рубль. Видите, автоматом уже переходит на сентябрь. А нам нужно еще рейтинг за июньский контракт. Но сегодня мы не будем особо уделять внимание рейтингу завсегда-то мишка. Мишка, конечно, уже можно ордер немножко поставить без убыток. Будет, я думаю, справедливо. Котировка ушла прям сверхмощный максимум. Ничего себе. Хорошо поработали. Ну, в общем, есть талантливые ребята, есть новички, есть те, кто постоянно закрывает контракт неплохо. И присоединяйтесь, кто не особо переживает. Видно его сделки, не видно. Прекрасно понимаю, что есть отношение к трансляции своих сделок зачастую негативное. Мол, кто-то копирует сделки. Но это нужно, во-первых, увидеть, когда вы именно открыли сделку. И успеть в это время же среагировать, открыть ее точно так же, как вы ее открыли. Это фактически нереально, поэтому не переживайте. Есть для этого Connect и AutoFlow сервис. Можно дублировать сделки непосредственно одним кликом. Просто нажали, и они сами дублируются на вашем счету. Итак, начнем с RTS. Сейчас Synchro Mode включим. И, в принципе, можем начать. Сейчас прогрузится данное. Итак, возьмем сейчас за год. Посмотрим RTS, в принципе, какие уровни у нас намечаются и что мы имеем. Собственно, я перетащил сюда баровый график. Должно уже быть его видно. Итак, приступим. У нас еще целый час впереди. Итак, берем год назад и включаем Time Frame Week. Сейчас прогрузится данное за год. От текущего, в текущей неделе. Рекомендую те, кто активно торгует и ежедневно в рынке. Напоминание установите по поводу событий в среду, в четверг и в пятницу. Крайне важно. Попасть в высокую волатильность и знать об этом, что скорость событий это будет. Ой, как неприятно потом. Так, здесь у нас... Итак. Общая ликвидность в этом контракте немножко была на пике в районе апреля. Вот неделька в 3 миллиона оборотов. Так, в принципе, слабенько по сравнению с 2016. Что у нас ближайший за уровень? Тут огромная плита в районе 93. Мы ее сейчас зафиксируем как локация на поддержку. Давайте попробуем новый приемчик. Вот так. А здесь... Ой. И 500 ставим. Сейчас должно быть все четко. Так, все. 400. Это массивность еще в 2016 году себя неплохо показала. Но обязательно нужно зафиксировать, чтобы у вас был полный набор в сетке уровней. Так, тут мы ставим... 96, даже вот 96-300 по 99-300. Второй массив формации здесь достаточно долго. И тут с тестированием. Тут очень огромный сброс топорей был. Поэтому уровни крайне важно отслеживать. И на максимуме тут точно необходимо выделить уровень... Уровень сейчас скажу 115-й обязательно. 115 и... Где-то... 300... В зазоре, да. 115-300. По 118-117. Здесь тоже порядка месяца стояли на макушке. Затем пошел контракт уже текущий, июньский, который заканчивается. И здесь, как видите, нет такого плотного, концентрированного массива. Тут, грубо говоря, 4 недели простояли. И здесь немножко повысив волатильность. Не удержали индекс РТС. Выделим на всякий случай. Вот таким. 110, 500. Даже 150 на уровень сопротивления отработали. И более детально мы сейчас на дневном таймфрейме выделим диапазон текущего контракта. Собственно, сотка поддерживалась, и с этого уровня могут возобновить активность крупные участники. Поэтому очень внимательно следим. Давайте посмотрим, какой сейчас открыт интерес в целом. Ну, активность, самая высокая активность была у нас 712,5, ну, 712,500. По показателю в этом контракте этот момент был 642,000. За год по рейтингу самая активность 876, это было в марте 2016 года, как раз в начале этого графика. Стартовали на рост. Собственно, вот такие у нас рейтинги за год. И мы сейчас обязательно заглянем еще по дельте. Посмотрим рейтинг. Тоже немаловажно. Напомню, что это таймфрейм неделя. То есть каждый бар это одна огромная неделя. Значит, дельта самая топовая за неделю была почти 100,000 контрактов. И это 13-е число, март 2017 года, вот эта неделя. Рядом было 77,000, это вот этот объект. Вот массивчик. И потом 77,000 дельта за неделю. И туда больше не вернулись. Собственно, это было топовая по агрессивности селлеров неделька. Потом 45 и 40 тонн вот недавно. 29 числа. Понедельник начался неделя. Почти 50,000 контрактов. В общем, за неделю. Так, по байерам там 100 было. Здесь 96 тоже. Ну, в общем, за стол переваливал только никто. В общем, около сотки. Две недели было так, в принципе. 50, 70, 60. Крупная дельта. Как видите, суммарно дельта в этом году, с 2017 года, вот с января. Буквально, посчитать на пальцах можно раз, два, три, четыре. Четыре недели и за все время было с положительной активностью на стороне байеров. Все остальное было, как видите, бордово-красным цветом. Ключевые уровни выделены. Теперь мы вернемся на текущий контракт. 13.03. Все верно. Ставим 15 и по текущий день. Итак, подгрузили сейчас мы с вами график за текущий контракт юнинский. Пока еще не перешла программа автоматом. И тут такие две массивности. Одна, как бы, по настройкам и расчетам является официально ядром контрактов. Там, где максимум по объему прошел за весь контракт суммарно. Так, здесь мы выделим до 112. В принципе, даже можно чуть-чуть захватить. Вот. 110.500 по 112 ядро контракта. То есть, это главный коридор активности. Мы его так и выделим. Значит, второй по значимости, но тоже крайне важный коридор. Это диапазон на 107 по 109 фактически. Это вот этот огромный кирпич. Здесь, получается, у нас пару недель боролись. Причем с приростом ликвидности. Потом неделя была на хорошем объеме. И в тестировании, защита. Вот три дня сражались за 108. Ну и затем третья активность снова в этом же коридоре. То есть, диапазон достаточно популярный и неплохо проторгованный. Поэтому его обязательно стоит выделить. И сейчас мы это и сделаем. Значит, 107. Второй по значимости коридор. Мы его фиксируем вот так. И ставим. Опс. Надо чуть-чуть больше. Вот. 107. 200. И по 108. 400. Либо 600. Второй диапазон. Грубо говоря, ядро. И дополнительное ядро. Потому что здесь действительно стоит выделить коридор. Далее. По ликвидности за этот контракт рейтинг побеждает самая ликвидная сессия. 917 тысяч контрактов. Почти 918. За день. То есть, это максимальный оборот. Такие еще были неплохие 870. Это 22 марта. 840. 850. То есть, около, почти к миллиону подобрались. Сессия. Приходится на 18 апреля. Майя. Майя, sorry. Она как раз весь коридор второго ядра образовала фактически. Я думаю, что эта часть и зафиксировалась на втором ядре. Теперь по дельте давайте посмотрим, как выглядит ситуация за июньский контракт. И тут по рейтингу 32 тонны, 31, 31, 30. Ну, собственно, там где по 30 тысяч контрактов, я думаю, здесь становится ясно. Что если за день 30 тысяч контрактов, это ключевая торговая сессия. По байерам 29, тоже около 30, 27, 26, 24. Давайте я зафиксирую, где эти сессии были. Это вот на продолжение расширения этого массива. Потом тут формируют стартовую точку для... Здесь у нас получается массив в начале контракта. Попытались толкнуть. И третья сессия у нас тоже на расширение после 4 дней снижения. Ну, так, в принципе, это самое крупное. То есть 30 и 25 тысяч контрактов дельта в основном приходится на ключевой торговой сессии. В процентном эквиваленте... Также давайте понаблюдаем. Ну, грубо говоря, мы сейчас смотрим статистику, какие вообще являются сессии на этом контракте. Ну, топ 5,6 по байерам и ровно 5 по селлерам. Это процентный перевес, дисбаланс. Ну, около 4-5% за сессию. Это уже существенно поработали. Периоды, когда был очень активный прирост открытого интереса по начало апреля. Это, де-факто, это начало контракта. Ну, мы уже с вами понимаем, почему. И вот эта часть, то есть вот этот момент, начинает активно заходить в позиции. И мы видим с вами, к чему это привело. Также вот здесь было, интересно, 3 дня. Это первый день начался здесь. Давайте точно зафиксирую. Вот, видите, стартовый, первый старт был перед шертом. На самой макушке. И потом 2 дня еще здесь до заливка. Вот такие вот точки. Да, и дельта как раз на этой сессии последующих дельта была отрицательной. Ну, грубо говоря, открытие новой позиции с агрессором на продажу. Там уже на небе написано, что делать. Так, еще стоит отметить вот эту агрессивность. 114-150 по 113-0-0-0. Это точно в коридор не просто так появился. Я думаю, он пригодится. Ну, по крайней мере, в начале следующего контракта он еще может сыграть какую-то роль. Но я думаю, что он свое уже сделал. И как ключевая точка в истории, он вряд ли будет себя в дальнейшем показывать. Выделим последнюю активность, которая на 102-й. Даже вот так. Надо взять 103-е по 104-ю. И здесь мы поставим пока нейтральный массив. Заметьте, сейчас 103-330. Это массив текущий. Текущая цена, вернее, на сентябрьском контракте. Сейчас подгрузится уже новый контракт. Тут цена 101-350. Можете это зафиксировать. Оборот уже 50 тысяч за день есть. На РТСе. Это новый контракт сентябрьский. Вот диапазон, который мы выделили только что. Последний активный уровень. На новом контракте торгуются вот на сколько уже ниже. То есть цена 10770. 10770. Значит, вот текущая цена и 10770 находится вот здесь. Визуально, чтобы даже по сравнению с контрактом посмотреть. Достаточно существенно торгуются дешевле, чем текущая цена. Даже если взять рейндж контракта. Значит, ликвидность была более в первой половине контракта. Даже сказать, первый месяц. Потом она немножко начала ослабевать. И в третьей, последней сессии тоже не густо. Далее. Так, ядра мы выделили. И теперь по текущей неделе последней. Так. Сейчас включим WIP. Это текущая неделя, которая заканчивается. И топ по дельте у нас приходится в среду. Как раз на ажиотажном расширении 2... Ой, 2... 8462 контракта со стороны селлера. Эта точка находится непосредственно вот где. То есть, в этой 15-ти минутке очень злостно, с ликвидностью 93 тысячи контрактов. Представляете, за 15 минут 93 тысячи контрактов оборот ликвидность прошел. Вот, эта 15-ти минутка. Ее коридор особенно стоит выделить. Агрессивность 103-650 на продажу. 104... Округлим. 104. Это самый вот такой гиперагрессивный коридор был с огромной ликвидностью и огромным дисбалансом по итогу. Так, в севере, еще не привык, не пристрелялся еще к этой новой функции. Надо быстро маневрировать. Так, и сделаем ее чуть темнее, чтобы она не сильно на себя внимания. Вот, вот такие были объемы за 15 минут 7-го числа. Реверсивная сессия, по крайней мере, попытались по ликвидности и видам. Начали в 13-45 и развернули уже к закрытию дня. Пока вот пятница держится выше этого уровня в четверга. Но, в итоге, мы видим с вами достаточно близок к победе селлеров. Причем, этот уровень как раз и не пускали целый день сегодня. Вот этот коридорчик, дисбаланс, был крайне важен. Те, кто премаркет готовили по РТС, обязательно такие уровни стоит выделять. Потому что они чаще всего и являются ключевыми. Так, это у нас еще один уровень сопротивления. И мы здесь... Чуть-чуть поменьше сейчас. 40. Вот. 104-600. Даже можно взять 104-550. И по 104-850. Эта агрессивность, которая была у нас в понедельник, ее же защищали на вторник. Вернее, даже не защищали, а там вторник и закончился. И с этого уровня как раз среда ушла. И там еще даже пытались пробить байеры уровень. Ядро как раз формируется у нас на... Вот этой локации на сопротивление. Поэтому мы его сейчас захватим и будем комбинировать с ядром недели. Такое бывает. Причем неудивительно, что самая высокая активность и высокая ликвидность за неделю 15 минут попала в ядро недель. И второй массив, то есть по рейтингу и по значимости, это часть среды, собственно, четверг и вот защита в пятницу. Вот эти три активные участка обязательно возьмите на сетку уровней в качестве поддержки. Сейчас будем его мониторить. Возможно, получится в них удержать этот уровень. И порядка 50... 102,600 смело можно брать по 103,50. Вот самый ликвидный коридор мы взяли. Ну и здесь самая чистая, наверное, активность была на покупку 102. Да, 102 будет немножко не точно. 101,970 и по... Тут точно была поддержка. Быстро заходили на реверсе, на развороте, на минимуме недели. Так, в общем, ключевой диапазон. Ну, если еще будет июньский на следующей неделе торговаться по РТСе, если вообще кто-то будет на следующей неделе до среды открывать позиции, тогда в 103,600 по 104 номер один уровень и как ядро недели, и как контрольный диапазон сопротивления. Второй уровень сопротивления у нас концентрируется на 104,500 по 104,900, 950. Де-факто это вот эта агрессивность. Даже можно чуть-чуть расширить до 104,500. Вот, уровень даже тестировали, ну и тут идентично. Пятница пока болтается ниже этого уровня сопротивления, ниже ядра. Поддержка на вот этом, на диапазоне первого локации на поддержку, тут она немножко получилась широкой, 102,600 с копейками по вот эту активность. Я бы даже отдельных выделил, но, да, вот так будет. Мы возьмем отдельно, выделим, потому что там среда по-своему работала, вот она, агрессивность. Тут они стартовали и вторая площадка, где в среду были тайные покупатели, а здесь мы выделим отдельно, то есть их объединять достаточно большой зазор. А тут отдельно 103 по 103, 300, 103, ну, примерно так. Так, вот у нас. Ну, собственно, с этим уровнем поддержки пока тестируют, ну и на следующей неделе вот две точки. Как видите, я вам показывал, что уже новый контракт торгуется на сотке, у края фактически сотки, отметки и Сбербанк. Итак, посмотрим сейчас на акцию Сбербанка. Сейчас я уберу фильтры лишние, они у меня прям... Так, за год вот такой график у нас получается. Самая ликвидная активность по Сбербанку пришлась у отметки 108 и ниже. В конце года тоже еще активно ввели по Сбербанку закупку. И пока вот нижняя граница у нас в районе 147,5. Как раз стоят на массиве вот этой поддержки, то есть загрузка перед ростом, вот этот блокпост. Мы его выделим сейчас более детально на акциях. Такие уровни могут и через год отрабатываться. Пока не пробили. То есть смотрим, тут у нас... 145 можно смело... Ой, 145, говорю. 148. И сейчас. Так. Да, по 151. Вот, видите, пока удерживают. Тут вся ликвидность пришлась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять недель там торговались. И уровень значимый. Затем у нас идет вторая локация. В порядка месяца-полтора вот тут стояли. Вот коридор. Даже больше ликвидности, наверное, чем на 148 пришлось. Но мы выделим тоже 138. Видите, тот, кто покупает Сбербанк, очень восьмерки любит. Судя по всему. Восьмерочки. 138, 140. Локация тоже очень ликвидная точка. Диапазон поддержки. В общем, если все-таки осмелятся пройти ниже 148, скорее всего, будет снова тормозить на 139, 140. Итак, обратите внимание, ликвидность немножко снизилась в 2017 году по сравнению с средней ликвидностью 2016. 16-го, но по дельте у нас топовая неделька была понедельник 6-го февраля. 4 миллиона дельта на стороне селлеров. Самая топовая. Потом 10 апреля 2,6. И купили потом на 1,2 миллиона дельта. То есть, за весь год, если брать сравнение, сколько было недель на стороне байера и на стороне селлера, тут, наверное, процентов 85 времени были селлером. И вот раз, два, три байер. На 2016 году было повеселее. Тут уходили за 6,6. Это по дельте, это не ликвидность. И 6. То есть, дисбаланс между... По объему здесь 61 миллион рейтинг топовый. А в этом году у нас идет в районе 28. Видите, 25, 25, 27, 27, 26. То есть, под линейку прям, вот, можно сказать, контроль идет на высшем уровне. По коридору за 2017 год, вот, начиная с этого момента, стоит выделить, я думаю, коридор 166 и по 150, по традиции, возьмем 158. Тут, вот этот участок, крайне плотно поработали, тут почти месяц стояли. Это как раз ближе к 169. Ну, самый объемный участок, начиная с 158 и 168. Де-факту, как бы, мы зафиксировали. Да, тут несколько массивов сосредоточились и вот такой сценарий, видите, не повторился с обратной неделей, то есть, и сразу обратно. Но, в исключение, в принципе, если на следующей неделе возвращаются резко в коридор 158, вполне могут отыграть модель снятия стопорей и восстановить акцию. Заметьте, что, допустим, такой маневр уже делали вот здесь, они неделю ушли за 144 и потом на следующей неделе вернулись в массив, то есть, там, где они грузили объемчики, на следующей неделе уже максимум трогали. То есть, ну, неделя стоит просто на минимуме, поэтому тут пока не увидим обратного веселого роста, не стоит. Дельта процент, самый высший дельта процент на шорт пришелся на 6 февраля 20% агрессоры, 16 потом второй по рейтингу, ну и 11. 10, 10 апреля был. На покупку 21% это неделька 28.08. Кстати, это был август и у нас вот здесь где-то, где она, вот эта неделька, массив, набрали объем и потом на хорошей дельте 22% и пошли на 150. Ну, в общем, если за 15% дельта процент перевалил, вот 13 стартует. В общем, 13% уже говорит о том, что это необычная неделя и присматривайтесь к таким. Газпром. бог ты мой так сейчас мы грит выключим вообще а здесь мы по месяцам разобьем это начало 2017 и так за год акция немножко потеряла весе и вот тут 117 уже отметка прям вот 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 с 170 до 117 мы это обсуждали наверно в течение года что я не раз подчеркивал что у газпрома судя по всему есть какие-то проблем киев либо в руководстве компании либо в целях либо в общем у нее идет что-то неладно и и конкретно сливают это видно даже не только по графику по объемам даже и так топовый оборот 33 миллиона с половиной за недельку 24 апреля и самое еще 34 500 18 04 не понял мне что папа апреля мы постоянно идет за заход да смотрите 24 и 18 апреля судя по всему несовпадение так это топовые по обороту недельки еще были такие как 27 и 25 так по уровням здесь в газпроме немножко аккуратнее работают крупные участники видно четко 134 отметим как один из ключевых за год коридоров здесь крайне боролись 2016 году за компанию видимо и помогло немножко но ненадолго отработали даже уровень поэтому там видимо много оставили кэша те байера которые заходили второй ну вернее даже ближайший такой весомый коридор был на 128 его правда уже и на покупку на продажу обработали поэтому здесь больше внимания берем сейчас на неделе 15 05 который начинается 22 миллиона оборот из топовых за этот год 24000 пришлась как раз на ядро за период но уровень в любом случае нельзя просто так оставить его нужно обязательно зафиксировать для 100 данных они пригодятся так 128 по 130 тут четыре недельки поработали на уровнях которая пониже тут в районе 18 миллионов неделя была прошлая обороте ки здесь ну прям такие крупные были только вот 123 миллион 800 в итоге из уровне поэтому для возврата акцию в восходящую динамику первое что нужны байеры пробить это 123 и не пустить ниже 117 с половиной тут будем надеяться будет поддержка по минимальным по минимальным ценам кто-то порядком где там 688 и 600 811 ну суммарно полтора миллиона где-то значит две цены поддержки в пока это помогло значит 5 миллионов и 5 и 6 5 100 и 5 и 6 это лидеры на покупку на продажу по дельте за этот год 5 миллионов вот где неделя была то есть это еще раз подтверждает что при расширении ключевого уровня очень весома не только ликвидность но и какая там идет по дисбалансу активность три с половиной вот туда и столько же обратно прям не стесняются столько же и обратно пришлось остальная часть года идет на отрицательной дельте ну собственно как сам график рубль а новость это когда появилась про китай сегодня а индекс ртс у нас к сегодня где находится большое совпадению когда когда инструмент находится на минимуме всего на свете и начинают негативную новость видимо кому-то нужно сейчас подогреть продажами рынок ненормально так закупиться осторожнее но я не про то что там новость достоверно либо нет очень много новостей вообще существует как раз для направления осознания людей ну необходимое русло так он был попом и рублик тоже за год посмотрим бару график и начнем мы с ликвидности за этот год тут прям красным таким шестьдесят четыре сто пятьдесят ты дро за год даже не шестьдесят четыре а ровно шестьдесят четыре ой сейчас две с половиной это самый такой объем некий уровень за год и тут порядком раз два три четыре пять месяцев торговались поэтому цена достаточно так известная теперь по последним коридором которая тоже немаловажно обязательно выделите там активность на уровне 57 по 56 с копейками там сейчас выделим 56 700 вот не помешает захватить и будем надеяться ой пока они стоят уровня выделим синим цветом нейтральным то есть не поддержка и не сопротивление но мониторить не помешает так что-то здесь вот так мы выделим и у нас будет значит тут пять недель и здесь четыре недели того два месяца стоят на уровне и уже отличился этот коридорчик по ликвидности сравнение текущий год и прошлый в этом году ровно но меньше прошлом году отличались очень объемов под линеечку вот прям по формуле кому-то рассчитываются но работает автомат видимо безбожным так еще локацию которую тоже стоит выделить вот этот гипер выстрел по ликвидности 58 по 58 270 пока в качестве сопротивления мы его зафиксируем еще локация из таких активных ближайших 58 900 это на сопротивление и 59 де факту так ну здесь уже тестировали и даже защитить и защитились поэтому если выйдут выше 59 мы на следующем у стрит онлайн обязательно это сможем зафиксировать ну ключевая здесь массивность вот она это уже поддержка и видимо это работает cb прям как как будто стена кирпичная не пускает ниже а по остальным уровнем ну опять же 66 810 67 600 сопротивление тоже видите держали коридор и тут поддержка еще месяц была на уровне 63 63 более точно по 63 400 вот здесь конкретно месяц не пускали ниже так теперь мы вернемся к нашему июньскому контракту на рубли и еще нужно спот посмотреть так здесь даже не нет ни никакой сомнений одно ядрового контракта нет даже намека на формирование второго ядра все находится на минимуме контрактом в этот коридор 56 680 и самый популярный самый объемный коридор в этом контракте фичит семье мы будем разбирать но не так детально как инструменты российского рынка на следующем стоит онлайн поменяемся быстренько пробежимся по первой неделе российских инструментов и детально будем разбирать валютные фичерсы золото нефти ну и s&p 500 так это ядро за июньский контракт уже его точно не поменяют ближайший уровень который крайне необходимо выделить это 57 300 он находится по ликвидности где-то на втором третьем месте всего рейтинга здесь оборот суммарно миллион шестьсот тридцать потом идет еще один уровень миллион триста шестьдесят пять это все единичные цены отличаются очень миллион двести двадцать четыре пятьдесят семь восемьсот ну я думаю на миллионе сто девяносто одной остановимся по ценам отдельно выделять не так удобно конечно но как же без этого надеюсь сюда не дойдут но на всякий случай мы также выделим массивность пятьдесят восемь с половиной по пятьдесят восемь семьсот и так весь июньский контракт значит в первую даже можно сказать первый участок даже первую треть контракт сразу же пришел к назначенной цели и потом даже возвращался несколько раз обратно застоялись они здесь очень сильно застоялись пятьдесят шесть пятьсот давайте заглянем взглянем прямо в глаза вот этим поддержкам которые тут сформировались какие-то вообще объемы были тут прямо под линеечку последние три недели стоят в агрессора итак два четвертого на четвертого два четвертого 05 мы видим активность суммарно за сессию вот здесь прям то 200 тысяч контрактов только по одной цене вот 56 480 11 тонн и 3 раза по 3000 вот коридор 5 и 7 24 тонны 28 вот такие вот игрушки две с половиной на самом минимуме и пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли ну в общем тут отличился уровень 28 24 тонны и 14 два раза одной только сессии так самая нижняя вот паском зашли 8 тонн и 13 на самом минимуме одну и ту же цене теперь посмотрим цену пятьдесят шесть четыре пятьдесят шесть пятьсот сорок буквально какие там объемы размещались 18 это только на стороне аска суммарно здесь порядком 36 тысяч контрактов оборот общий за день только за одну цену проискил 20 то есть это сжатая шкала ой ценовая шкала значит вот здесь 7 тонн только на самом минимуме вот 7 200 тут 6 600 и 13 со стороны бедов 26 26 в общем от 13 до 26 запросто это только паску ну то есть со стороны агрессоров а здесь было уже забыл но тоже похожи цифры так за год за год вернее за контракт этот подытожим самое ликвидное 4 миллиона почти 4 миллиона и немножко не до титул немножко не дотянули до 4 миллионов значит вот эти сессии 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 сессия сессия почти 4 миллиона 5 05 5 она пришлась вот на этот день я сейчас на графике чтобы вы заметили в какие дни такие обороты проходят 37 тоже стоит выделить ну таких сессий больше 3 миллионов вроде не было так а вот 3 и 3 и так отмечаем сессии где было больше 3 миллионов раз два три четыре и пять ну вот эти три вообще в красавцы на максимуме раз два три вот эти две на локальном после коррекционного момента то есть толкнули коррекция коррекцию немножко опять придушили и здесь идентичная картина то есть на локальном промежуточном максимуме везде ведет такой вот контроль вот здесь коррекцию начали тормозить судя по всему и вот тут тоже а здесь без комментариев я думаю и так понятно спот так так сейчас спот быстренько и пробежимся по валютным и нефти золото так за год по споту 64 прям безбожно любили отметим как ядро за год вот у нас зона стоимостью 64 ниже все три с половиной и по 65 и 30 по последним коридором вот которые самые свежие это 56 20 копеек и 57 там буквально немножко копеек ну в де-факто тут два массива я их объединил потому что коридор очень плотный вот активность тут и вот эти нижние три недели так это в общем если рубль стремительно будет мчаться за 57 скажем даже 57 30 то есть выйдет из этого коридора уже будет немножко продажу опасно держать 58 фактически тут на цене миллион 300 мы видим и 950 вернее 925 тонн под полтора миллиона и миллион 300 в общем плюс минус 10 копеек возле 58 я думаю что все все это ликвидность была сформирована вот эти сессии это точка сопротивления явно тут сражались серьезным так отмечаем 57 93 и 58 18 так сори не 58 18 все более точно выделю 58 по 58 11 вот потом борьба была не на шутку в миллион четыреста пятьдесят девять 15 и 59 40 это из ближайших уровней сопротивления которые вам принципе могут пригодиться в ну ядро 63 с в копейками по 65 30 ну надеюсь туда не придется двигаться котировочки и теперь идем на дневной таймфрейм так на споте самый ликвидный день был 65 оборот за сессию и это было шесть с половиной 18 мая потом из интересных еще была сессия 49 почти 5 миллионов вот они стартовали как раз отсюда отсюда две сессии одинаковой ликвидности они почему-то находятся в достаточно близком от друг другу кричином значения по ликвидности но и сессия 5 миллионов на споте можете записать 5 миллионов если такой объем за день пришелся это ключевой день судя по всему ключевые люди там принимали участие 5 миллионов прямо вот здесь но это прям как будто боженькой нашептал так потом тут еще два дня ведь и по 4 миллиона такие закономерности бросаются очень сильно в глаза на на объемном отрезке тут прям не спрячешься вот по 4 миллиона две сессии иди сюда все и тут тут 4 миллиона две сессии тут 5 миллионов две сессии в общем на споте закономерность зафиксировано если два дня одинакова ликвидность держи фашист гранатов вот четыре с половиной и не тут не одинаково 55 миллионов вот здесь интересный день был 5 и 7 общая ликвидность агрессоры были на продажу отмена заметно и на следующий день вернее при после трех дней реакции тоже пять с половиной миллионов ту же защитили на этом уже отметили дальше по дельте топ 724 тысячи на втором месте 632 и тут 504 тут до 504 причем 504 у нас образовался сразу после маневра 56 но где-то в районе 56 половиной этот 724 пока вот после этого дня уровень не позволяет цене уйти ниже все через 25 56 65 в общем ключевая локация видите прям послушная цена держится выше коридора тут принципе три дня очень бушевали активно из дельты самая большая дельта была у нас 355 тысяч на стороне соляра а так по 50 пустов по 50 вот 50 100 тысяч дельта пришлась на вот эту сессию ну я думаю понятно что делать на следующий день с такой дельтой так это спорт из таких ярых участков которые бросились сразу это 57 95 58 10 тут агрессор был неплохой его даже защищали этот уровень потом 23 числа гипераномальная дельта на покупку пока цена слушается этого уровня и не пускают ниже пятно по дельте в одном коридоре причем с зазором несколько недель но и что удерживают 57 15 по 57 35 копеек тут кто-то стоит постоянно нас но настороже и причем вот два дня пока вот не прошли потом 58 и 10 и 50 восемь с половиной по 58 и 6 защищаются тоже так ну и 56 отдельно я думаю не стоит выделять а вот такие вот в общем ребята дисбаланс самый крупный со стороны соляра почти 10 9 процентов 16 и 18 процентов это вот как раз сессия которая удерживает контроль но так принципе около 18 продать сегодня кстати восемь с половиной процентов это вторая по рейтингу дельты деле процент по количеству сделок на спорте 60 тысяч сделок вот она потом вот она это я отмечаю самые активные дни на рынке спот по паре доллар рубль давайте я уберу лишние уровня и просто мы их зафиксируем квадратиком сессия раз ну просто в этом же коридоре день торгуется опять почему-то сильно интересно стало всем еще раз очень близко еще раз и вот здесь сессия этот я отметил на графике топовые сессии по количеству сделать то есть максимально интересные дни евро бам 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 в неделя в боковике но это масштаб смотря какой в тебе масштаб такой нужен большой кому-то те кто торгует крупным объемом им этот флэт для тебя флэт для них это просто гипер волатильность у кого крупный объем там им сильно большие движения не нужны то есть чем больше ликвидность а ее становится все больше тем меньше нужно движение для доходности чем меньше объем сделки тем дольше приходится держать позицию соответственно но крупному участнику у кого автомат на размещение они уже все обзавелись ими там особо проблем с ну позиционные участники на фитусном рынке потихоньку уже пропадают либо вообще пропали им буквально там час постоять и уже нормально миллионов пришло на счет так как новая варьирует крупными в ликвидностями так 11 сейчас быстренько даже этот уровень трогать не будем сразу 15 минут на таймфрейм все валютки ближайшие такие так на этой неделе в еврик агрессор был 8 числа рвали в копейте под под конец контракта я как и обещал будет просто аномальный по активности рынок и 1255 ядро по 1280 второй по значимости уровень это псевдо реверсивная сессия 1227 по 1215 она очень быстренько сдалась четверг и судя по динамике пятницы тут отыгрывают идентичное движение прям прям тютелька в тютельку возможно не удержат этот уровень 1189 но отметим на всякий случай так так как ликвидности тут совсем мало видите тут явно не похоже что крупный игрок поставил all-in на этот уровень ядро 1255 1280 здесь можно и видов лупи уже включить видов лупи на 124 соответственно мы немножко отклонились от взвешенной нормальной цены и вполне резонно будет увидеть возврат примерно на 12 1232 может чуть ближе и там уже будет видно тут очень много ликвидности зашло поэтому уровень как сопротивление вполне может себя показать фунт итак на фунте гэп и беда был пи уровень 2848 далее ядро недели такты 15 минуту таймфрейм напомню что это мы смотрим сейчас просто быстренько за неделю уровни выделить более детально все валютные фьючерсы будут на следующем волстрит онлайн в пятницу как раз они будут официально уже заканчиваться вообще даже закончились то ли в среду явно будут уже работать на новых контрактах все бывалые участники рынка сопротивление 29 55 29 66 тут прям ликвидность невероятная и самые бешеные самые волатильные участки это 8 и 9 числа отметим общим уровнем 2750 по 2725 dx вчера был вебинар вы там были вначале немножко технические проблемки моих потом все-таки старались убрать и он состоялся но ссылочка будет а в понедельник вторник то есть на ютюбе он появится не у всех только тел кто подписан на канал волфикс и в рассылке подписчикам то подписан на рассылку то есть в открытом виде его не будет пока биржа моих сегодня разместит официально у себя то есть организатор биржа московской биржам и пока они не разместят мы после них разместим и так уровень крайне интересные на индексе доллара 98 96 48 самом минимуме 700 контрактов кто-то бабахнул вчера был всем и 200 ликвид 1330 штурмовое сбросили в общем-то у всех 7 7 всех сбросили все кто залез в покупку наказали прям до самого минимума наказали жестко ветер прям такие жестокие на индексе доллара вот зашло байеров 0 много 8 числа в коридорчик видеть нам давайте его зафиксируем достаточно четкий коридор на поддержку никто в хронометраж обзора не ведет случайно параллельно в какую минуту начинается там такой-то рынок либо если будете смотреть обзор по какому-то инструменту который вас интересует просто в комментарии поставьте время время и текст какой-то инструмент что рома не успевает пятницу он бы выложил но кронометраж нужно сделать такое так 96 94 96 98 тоже тут активность плотная даже захватим все-таки 97 тут коридорчик хорошо просматривается тоже гэп и ядро тут безусловно в 96 50 96 60 можно смело ставить и вот сейчас активность последняя которого пятницу 97 25 97 30 я думаю что вот этот гэп на следующей неделе не то что закроют они конкретно еще раз бросит всех это джун 17 пока у нас неделька посмотрим что на сентябре творится на сентябре вот прям практически совпали уровнем вот они где заходили тут 80 здесь 200 200 контракта вот они смотрите как аккуратненько зашли на покупочку обратите внимание сколько вот на пятнице ударных покупателей прям вот только америка крыло и сразу сразу пришли по дням суммарная дельта пятница ведь достигла 407 контрактов но это уже сентябрьский контракт а джун джун вот так выглядит дельта дисбаланс по общей дельте вот с 14 30 восьмого числа общая суммарная дельта недели ушла в зону байеров и пятница набрала очень быстро позиции так сель по нему работают смотрите это надо очень что это 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 VWP у нас 46.65 Минимум Тут неплохо поработали Давайте зафиксируем 45.30 Поддержка есть небольшая И Да, понятно Так, 45, даже не 30 Вот 45 38, 37 Такой достаточно плотный уровень За два дня Сформировали И сопротивление Так, надо фильтр немножко пожёстче поставить Потому что это никуда не годится Так Ну, точечно, да Чуть-чуть ниже даже взять И здесь поставить 13 Вот Ну, 8 числа в основном здесь зашли Вон, точечно байера Потом Сопротивление было Седьмого Размещено вот тут Конкретно по этому коридору 46 По 46.18 Ну, и четверг не смог Пробовали, пробовали Даже защищались И пятница пока Как ошпаренная С этого уровня ушла Так Держим Уровень на заметочку Как сопротивление Пока нефть не уйдёт Выше этой локации Покупки будут Под вопросом Ядро недели Базируется Как раз Вот 45.7 По 46.10 То есть за два дня Набрали больше объёма Чем за три дня Первую половину недели Но В понедельник-вторник Оставили свой След В истории этой недели Второе по значимости Ядро у нас 47.12 По 47.35 И агрессоры Вот прямо Не стесняясь Себя вели Это 47.6 47.7 Вот в среду Тут перед стартом Незадолго до старта Активно 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 Если присмотреться На Ликвидность Крайне Выделяется 7.6 Вот эта 15-минутка Как В принципе На многих рынках В этот день Сейчас Я вам продемонстрирую Сколько там Ликвидности Было 172 Тысячи Это не день Это за 15 минут Это оборот То есть Это не 46 Еще было Ну и там Вторая по рейтингу А вот То есть Это оборот Но в любом случае Обычная ликвидность Сравните И За 15 минут Что это было В Несколько 5-6 раз Это невероятно В общем Волатильность Могут создавать Абсолютно Ее как-то Предсказывать Какого она масштаба Будет Все сложнее Сложнее Так Ну в общем-то По CL Золотом Ух ты Тут на золоте Кто там И так В отличие от Остальных рынков Самая топовая Ликвидность Была в четверг В 8.30 Сразу на открытии Америки Сиганули Вниз По золоту 28 тонн Очень Огромная Концентрация Объема Аккуратненько Размещали Тоже на штатах На открытии В самой верхней части Этой недели Вот Когда начиналась На самом деле Продажа Вот здесь Они Отпечатались И потом Еще до Открылись На штатах Здесь Удивительным образом Почти в этом же коридоре Вот как бы Объемный анализ Вся В суть объемного анализа Буквально Посмотрев на график Становится понятно Когда они там Аферы свои устраивают Так А ВВП есть? Да, да, да Все Так Вот у нас 12.85 С половиной Среднеизвешенная цена Но Ядро недели У нас Находится На 12.93 И 8 По 12.96 8 Потом у нас Отпечатался Объемчик Тут 812.82 И объем На 12.84 Ну 2 доллара Этих мы фиксируем Как один уровень И тут Понедельник Еще был И Немаловажно Но Это нужно зафиксировать Значит Давайте Сейчас По дельте Пробежимся Нормальная Дельта Почти 3000 Контрактов Была Вчера Зафиксирована Ну В моменте Потом Вторая По рейтингу У нас Почти 2200 Она Тут Прошла Удивительно Почему так На максимуме Недели Совпало Наверное Полторушка И Еще Одна Почти Полторушка А у Байеров Было Поменьше Активности Собственно По графику Понятно Почему Так Но Все равно По штуке Вот Пытались Пытались Пустались Кумулятивная Дельта Недели Выглядит Вот таким Образом Тут Еще Как-то Была Борьба Потом Ее Не Стало Вот Так Идет Движение Вот Так Они И Жили Количество Сделок 20 Тысяч Сделок За 15 Минут Ну Футбольный Стадион Реально После каждой Сделки Был Открывал Почти Четверть Ну Не Четверть Но Половина Стадиона Я На Продолжение Часа Тут Суммарное Количество 28 12 40 тысяч 48 И Больше 50 тысяч Трейдов Ну Сделок 50 И Больше За Час Это Только Одно Золото Ну И СНП Напоследок И Будем Прощаться На СНП Пробивает Минимум Недели Прошу Заметить Про Раскачку Волатильности Обратите Внимание Как Последние Недели Это Происходит Начинается Такая Волатильность Потом Чуть Чуть Побольше Потом Еще Побольше И Потом Вот Так Закрывается СНП Очень Часто В конце Контракта Поэтому Я думаю Что Те Кто Не Первый Год На Аулсит Онлайн Я Всегда Предупреждаю Что Последние Две Недели Лучше Поехать Отдохнуть Чем Торговать Вот Такая Активность Ядро Значит Этого Всего Дебоширства За Июньский Контракт Хотя Почему Уже В принципе Можно Сентябрь Брать В расчет Смысл Нам Брать Июньский Контракт Этой Недели Если Тут 24 тысяч Контрактов Уже Было За День Сейчас Скажу Сколько Суммарно За День 300 Тон Ну Не Полный Не Боевой Комплект Но Уже Эти Уровни Самые Свежие Ой Сори Это Было 300 Тысяч Трейдов Да Оборот 800 Почти Миллион Это Они Вышли На Рабочую Уже Ликвидность Фактически То есть Уже Смотрим На Сентябрьский Контракт И уровни Там 24 28 Это Ядро Дня Ой Недели 24 301 Второй По значимости Уровень Пришелся Естественно На Пятницу 24 34 24 35 5 Возвращаемся На Пенажку Де Факто Вот Так Формируются Первые Дни Нового Контракта Минимум Минимум Недели У нас По закрытию Начали Неплохо И Тут Прям Быстренько В попыхах Кто-то Зашел И кто-то Это все Сделал Прямо Перед Обвалом Не знаю Кто это Но У него Явно Много Информации В доступе И Это У нас 24 41 Плюс Сколько Там Доллар Доллар 25 Это Сопротивление Прямо От бога Скажем так Ядро Доллар Вот Европа Топтала Массив Я Здесь Лучше бы Выделил Для своей Сетки Я бы Выделил Вот эти Зоны Продаж Которые В агрессивном Состоянии Запрыгивают Быстро И Давайте Посмотрим Дельту Итак Понадобилось Для раскачки 5 и 6 тысяч Стартанули Они с тысячи Потом Полторы Потом 4 и 3 Те Кто Изучали Объемный Анализ Дельта Имбаланс Ну Анализ Массивов На дисбалансе По дельте Вот Как раз Пример Тому Как Дельта Все Показывают Перед Ну Когда идет Динамика И Нужно Удерживать Цену 3 и 9 Вот Дельта Была По Селеру В пятницу Самая Топовая Вот Участок Раз И Стартанули Они 2 и 2 Вот Пятачок Мы отметим 24 35 75 24 37 25 И Вот Эти Еще Небольшие Дозагрузки Ну Здесь Само Собой Здесь Приявно Кому Во сне Приснилось Надо Открыть Глаза Утром И Сразу Зашертить 24 41 С Половины По 24 42 5 Вот На самом Деле Тут Сейчас Проснется Платформа Если Кто Знает Что Такое Зет Эн Они Же Трижерято Десятилетние Вот Так Сентябрьский Контракт По Этому Инструменту Добавляем Сюда Снп И Идентично Сентябрьский Сентябрьский Контракт И Обратите внимание На вот этот Момент На Снп То есть Идет Десятилетние Наверх И Снп Тоже Идет Наверх То есть Уже Вчера Был Такой Звоночек О Дисбалансе На Снп Так что Это еще Не факт Что будет Обвал Снп Еще Могут Чисто Перед Началом Контракта Перед Фомкой Конкретно Нарисовать Цифру Которая Нужна Но Тот Факт Что Уже Минимум Недели Пробивают Его Нельзя Оспаривать И Уровни Есть На покупку С этого С пятницы Заходить Не стоит Сразу Понедельник Прищупайте Пощупайте Как будут Формировать Если будут Вообще Формировать Площадку На поддержку Тогда Уже 24-25 Как минимум Должна цена Вернутся А лучше На неделю На ядру Недели И В среду В среду Будет Разгром Обеих Команд Я думаю Что это Точно Произойдет Просто Так Они 2 700 Видите Вот Кому То Прям 24-25 2 700 Пожалуйста Вот Волатильность Вы увидели 24-32 И тут 24-42 10 долларов Буквально За 45 минут Движения И С 3-4 По 24-20 2 20 долларов На протяжении Ну Вот За Полтора Часа Даже Меньше За Час За Час 20 Баксов Туда И Обратно На сегодня Все Спасибо Что Пришли Запись Будет Сегодня Завтра По ВВП На Следующую Неделю Первой Половине Всех Кто Закрыл Юньский Контракт Положительно Поздравляю У кого Не Получилось Не Опускайте Рук Все Будет Хорошо И С Наступающим Праздником Хороших Выходных И До Следующей Встречи До свидания Пока